Добрый день! Вы смотрите календарь экономических событий на канале ИнстаФорекс ТВ на первую половину недели. С вами я, Ольга Витковская. Первая половина недели ознаменована следующими событиями. Так, в Германии выходит доклад о настроениях в деловой среде от Института Зев за январь. Аналитики прогнозируют рост показателя до 12,2 пункта. В декабре данные оказались лучше прогнозов. Индикатор оказался на уровне 6,9 пункта, при том, что прогноз был минус 11,4 пункта. В ноябре значение индекса составляло минус 15,7 пункта. Индекс настроений в деловой среде публикуется исследовательским институтом Зев и отражает уровень настроений институциональных инвесторов. В целом, увеличение показателя говорит о положительных тенденциях в экономике страны и считается позитивным фактором для курса евро. Кроме того, статистическая служба Канады опубликует изменения уровня розничной торговли за ноябрь 2012 года. Ожидается нулевой прирост индикатора в месячном выражении. В середине осени объем розничных продаж в Канаде увеличился на 0,7% и заставил 39,447 млрд канадских долларов. Экономисты ждали менее оптимистичного роста на 0,2%. В сентябре, согласно пересмотренным данным, повышение канадской розницы составило 0,2%, а не 0,1%, как сообщалось ранее. В годовом выражении объем розничной торговли вырос на 1,7% в октябре. Розничные продажи без учета автомобилей поднялись на 0,5%, составив 30,49 млрд канадских долларов, в то время как эксперты прогнозировали рост на 0,2%. Годовой показатель увеличился на 1,4%. Помимо Германии и Канады, важную статистику выпустит Австралия. Там станет известно значение индекса потребительских цен в четвертом квартале. Согласно предварительным оценкам специалистов, австралийская инфляция ускорилась на 0,4% в квартальном исчислении и на 2,4% в годовом. В предыдущие три месяца индекс потребительских цен в Австралии увеличился на 1,4%, при прогнозе повышения на 0,9%. В апреле и июне потребительские цены выросли на 0,5%. Годовые темпы инфляции в июле-сентябре ускорились с 1,2% до 2%, хотя аналитики прогнозировали значение в 1,6%. Это был календарь экономических событий на первую половину недели на канале ИнстаФорекс ТВ. До свидания.